Хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Раевских Руслан Павлович. Год рождения какой? 12 декабря 86-й. Откуда с вами родом? Липецкая область. Липецкая область, да? Липецкая область, но в последнее время проживал в самом городе Липецкий. Семья, дети? Да, семья, ребенок. Ребенку сколько? Пять лет. Жена чем занимается? Работает младшим воспитателем в садике, ненечка. Мобилизирована, да? Мобилизирована. Когда? 23 сентября. Как вообще произошла эта мобилизация? Принесли повестку, домой. Сказали, через два часа не явишься, посадим. Десять лет сколько там, когда уже принял закон. Через два часа мне надо было явиться в военкомат с вещами. Вот. Через два часа я собрался, приехал в военкомат. Думал, какая-то медкомиссия будет, потому что имел какие-то проблемы со здоровьем, лишний вес был, у меня 130 килограмм было. Ничего не было, никакой медкомиссии. Нас посадили в автобус и отправили в Багучар. Там распределение было два дня по подразделению. Потом отправили в Валуйки. Ни о каких деньгах никто нам вообще даже ничего не говорил, сколько мы будем что получать там, где мы что будем. Ну, сначала нам сказали, что на передок нас никто не пошлет, ничего. А потом, когда мы приехали в Валуйки, нам раздали автоматы, боекомплект, бронежилеты, каски. Потом приехал какой-то полупьяный полковник, сказал, что Россия ***, короче. И мы сейчас отправляемся на передок. Там все были в шоке. Никто воевать толком не умел, не умеет. Там вот со мной приехали, когда мы приехали уже на место дислокации, со мной были молодые парни, которые даже в автоматы еще не стреляли. Они только там пробовали пару раз стрелять. Вот. Где стояли? Невская, Луганская область. Донецкая, Луганская область? Луганская. Луганская где? Невская. Невская, да? А вы пытаетесь взять ее в плен? И когда взяли? Ну, 25-го. Мы стояли там месяц всего в Невском. Каждый день был миномет, обстрел. 25-го октября началось наступление в СУ. Комбат, которым мы были представлены, комбат контрактников. Он приказал отступать. Там даже бой ничего не начинался. Просто отступайте и все. Вот начал кричать. Мы начали двигаться к центру села. Подходим к центру села. Там появились какие-то раненые. Откуда-то там сбоку. У них был бой. Контрактники. И в центре села этот комбат выехал на БТР. Сказал отступайте в Макеевку. Это 7 километров. И уехал. Все раненые. Все остались убитые. Мы пошли дальше. Через другое уже. Там была половина села. И вот другую половину зашли. И меня ранило сразу спину. Какое ранение? 7.62. По-моему, пулемет меня ранило. На вылет причем. Вот я упал. Никто не стал подбирать сначала. Все убежали. Я пойду. Ну, я такой шокированный был. Ну, не дох. Я понял, что надо подниматься или что-то делать. Ну, минут пять я полежал, встал. Начал двигаться. Ко мне подбежала какая-то группа сначала. Оказали мне там промедол мне вкололи. Привязали тут. Бронежилет сняли, каску с меня. Вот. И убежали. Я опять начал движение один. Иду. Тут догнал ротного своего. Они как-то что-то замешивались там. Я не знаю. Или минометный обстрел был. Они не могли. Ну, я, в общем, догнал своего ротного. Он у меня забрал автомат. У меня был подсумок. Вот. Большая потеря крови была. Собрались толпа. Человек 125. Все собрались там. Контрактники. Начали выходить из села. Там была засада. Контрактники залегли. Начали вести бой. А командир роты мой, он тоже был мобилизированный. Взводный. Все были мобилизированные. И у роты была радиостанция. Он постоянно связывался с комбатом, который уехал на БТР. Вот. Значит, залегли. Там был бой. Ну, наверное, комбат ему сказал, что нужно отступить в эту ближайшую посадку. Или как-то. Я не знаю. Я просто увидел, что они, группа человек 60, пошли в эту посадку. Шел минометный обстрел. Я пока залег в поле. Вот. Ну, минут 10. Ближе к теме. А как взяли уже? Ну, это не так просто. Ну, очень коротко. Меня бросили. Меня бросили. Меня бросили, да. Все. Зеленый. Подъехали. Сдаешься. Говорит, блин. Я с чем не ебал. Потом смотрю, что все в СТУ. Я сдаюсь. Да. Я ранен. Блин. Без оружия. Я сдаюсь. Вот. И все. Сдался. А ты, вот, когда пришла повестка, ты подписывал повестку? Как? Подписывал повестку. Я повестку подписывал. Ты подписывал, да? А вот не думал, что там убежать или так далее. Вот мне иногда там россияне пишут, что они уже там в Казахстане свалили от этого всего сумасшествия и так далее. Ну, я не знаю. Я боялся сесть, чтобы я не был какой-то, чтобы бежать, как-то у меня не было такой мысли. У меня была мысль, только сразу пришла то, что сесть. Я не хотел садиться на 10 лет. Ну, и воевать я как бы тоже, у меня никакого желания не было. А до этого чем занимался? Работал на предприятии картонном. Достаточно хороший зарплат, получал 50 тысяч по Липецку, это было нормальным. А кем работал? Водитель погрузчика. Водитель погрузчика, да? Да. Работал еще до этого, фрутоняне там 5 лет отработал. Я как бы рабочий человек, я не собирался воевать. Ну, и садиться тоже было страшно, как, не знаю. А вот последние данные, которые были, да, 100 тысяч человек умерло, да, россиян? Вот, про ее личное мнение, за что умерли эти все люди? Ну, некоторые вообще идут, они без принципа, идут зарабатывать, я не знаю, просто хотят, я не знаю, вот что, может, реально хотят авантюры какой-то, убийства, вот это. Некоторым может нравиться, вот это вот, но я не знаю. Вот лично, ты за что здесь воевал? Я вообще здесь ни за что не воевал, и я даже, у меня не было никакой мотивации, за что-то здесь воевать, никакой вообще. Просто загнали меня сюда, и все. Как скот? Как скот. Не было, ни что у меня, ни агрессии, ни жажды убивать, у меня ничего не было. Ну, то есть, нацисты, вот все такое, вам там не рассказывали? Нет. Ну, по телевизору, естественно, но я молодой еще человек, я смотрю интернет постоянно, у меня своя точка зрения. Вот что ты знаешь о Украине? Да ничего, это суверенное государство отдельное. Не знаю. Я вообще говорю, вот, например, ну, то есть, у меня вопрос немного в другом. Вот, ты говоришь там, что они поехали, как бы, зарабатывать за деньги, вот за что? Сто тысяч, это большое число. Да, вот сто тысяч умерли. Ну, было армии еще, вот они же... Ну, у меня вопрос, за что они умерли? Приказ, ну, х** с ним, с приказом. Да, да. Вот за что они умерли? Ты можешь мне объяснить, как россиянин? За что они умерли здесь? Ни за что. За политику, я не знаю, за что. За какую политику? Ну, то есть, вот, для чего Россия и Украина? Вот, можешь мне просто объяснить, как украинцы? Вот я себе спрашиваю, сто тысяч трубов. Обычному россиянину, вот как я обычный россиянин, мне не нужна Украина. Мне не нужны, вот, чтобы вас разрушать как-то. Мне это вообще не нужно было. Я не знаю, за что они вот шли все сюда. За деньги, и вот как они хотели разрушить. У некоторых есть убеждение, что земли это наши, земли какие-то. Мне, допустим, своей земли хватает. У нас земли там. А там вот Сибирь не заселена? Да. А что? Ну, некоторые вот так вот разговаривают, что нет, это вот Луганск, Донецк, это наше российское все. Я не знаю, я не считаю это российским. Даже вот я общаюсь с луганскими и донецкими здесь. Ну, это украинские, они даже, они отличаются чем-то от нас, от русских. Если будет же меня, пойдешь еще раз воевать? Нет, нет, нет. Я уже, вот я попал до 35 лет была в мобилизации. И вот два месяца, и вот сейчас мне здесь исполнилось 36. Как бы, ну и я ранен. Ну и все, я просто никаким образом лезаю к врачу пойду. Я не знаю, я попытаюсь избежать всякого, чтобы сюда больше никак не вернуться. Здесь беда, горе людское. Здесь детей убивают, женщин. Кто это делает? Да ну война, война идет. Кто делает, кто убивает детей и женщин? Снаряды, которые летят. Откуда? Я не знаю, наши, ваши, я не знаю, чьи там. Тут не поймешь же. Кто напал? Россия напала. Россия должна выйти с этих территорий? Да. На выборы ходишь? Нет. Почему? Ну не знаю, нет такого, что как-то это, мой голос что-то там изменит, что-то у меня такого, не знаю. Хотя многие говорят, ты зря не ходишь, там надо ходить. А кому-то снипатизируешь с политиком? Нет, сейчас нет. Когда-то, когда был молодой, я думал, Жириновский же, но потом уже, когда стал более взрослее, я понял, что это просто клоун какой-то, это не политик. У меня какой-то здесь клуб любителей жирика. Вот с кем не говорю, всем нравится жирик. Не-не, это просто вот как-то, когда был молодой, мне вот нравилось, что он там как-то там драки какие-то, то-се, у него там постоянно какие-то конфликты. Но потом я понял, что это не политика, он не ведет нормальную политику. Он просто там разбрасывается словами, взывает, дерется и чем вот многих задевает этим. А нормальной политики не было в нем. Хочешь сказать что-то украинцам? Да, извините, простите меня и всех, кто считает, что неправ, что сюда пришел. Искренне извините и простите. Я не вел бой здесь, ничего не вел. Это страшно, война это очень страшно. У меня у самого ребенок. Я не представляю, если бы это было в России где-нибудь. Это ужас. Ростяна, что ты хочешь сказать? Думайте головой. Не все так просто, как говорят по телевизору. Здесь тоже живут люди, дети, женщины, бабушки, обычные люди. Думайте головой, прежде чем сюда ехать. Ты искренне говоришь? Да. Мы тебя не мучаем? Нет. Все нормально? Мне просто... Это реально страшная боль, война. Никогда не думал, что я попаду на такое. Сейчас, сейчас, успокоюсь. Просто это реально страшно. Когда здесь мирные жители, идет война, снаряды летают, это вообще ужас. Трубы. Трубы. Ад. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...